привет всем кто смотрит этот канал кто на него подписан и кто сюда сегодня попал случайно видео сегодня будет про аккумуляторы давно меня просят а я уже очень давно обещал снять видео про уравновешивающий заряд аккумуляторных батарей так вот свершилось и вот сегодня видео про уравновешивающий заряд аккумуляторных батарей но для того чтобы начать сначала давайте разберемся какие есть все таки заряды аккумуляторных батарей заряды аккумуляторных батарей бывают первичные это когда вы заряжаете новые аккумуляторные батареи сервисные это те заряды которые проводят большинство автолюбителей то есть самые обычные заряды заряды восстановительные именно об одном из них сегодня и пойдет речь ну есть еще заряды ремонтные или десульфатирующие это те заряды которые я показывал своих видео как восстановить аккумуляторную батарею и с помощью которых и я восстанавливаю батареи и мои подписчики тоже успешно восстанавливает свои аккумуляторные батареи и так уравновешивающий заряд аккумуляторной батареи один из восстановительных зарядов что им можно сделать что им можно добиться как все знают аккумуляторная батарея состоит из нескольких аккумуляторов как правило это шесть шесть отдельных банок шесть отдельных аккумуляторов и в аккумуляторной батареи в сборке все эти шесть банок все эти шесть аккумуляторов работает одновременно но как я уже рассказывал тем не менее какая-то из банок всегда начинает отставать как правило отставать начинает какая-то из крайних банок или то что возле положительной клеммы или то что возле отрицательной клеммы потому что как правило у аккумуляторной батареи проблемы всегда начинается с крайних банок такая отстающая банка очень негативно влияет на работу всей аккумуляторной батареи она снижает мощность аккумуляторной батареи она снижает ресурс аккумуляторной батареи она приводит к саморазряду аккумуляторной батареи ну и как следствие она конечно же сульфатируется и как итог в скором времени вам придется идти в магазин за новой аккумуляторной батареи так вот чтобы значительно продлить ресурс аккумуляторной батареи вам нужно время от времени проводить уравновешивающий заряд всей батареи то есть батареи вам нужно отставшие банки которые захандрили подтянуть до уровня исправных банок ну и конечно же сбить сульфат который образовался на пластинах даже у здоровых банок то есть провести десульфатацию аккумуляторной батареи заряд этот можно назвать не только восстановительным но еще и профилактически такой заряд обязательно надо проводить если аккумуляторная батарея простояла разряженной более суток то есть больше чем 24 часа или когда батарея не полностью заряжалась несколько раз подряд то есть некоторое время она была не полностью заряженная и это в свою очередь повлекло к тому что на пластинах аккумуляторной батареи осел сульфат если вы внимательно смотрели этот канал то вы знаете что на автомобиле аккумуляторная батарея никогда полностью не заряжается по той причине что она заряжается там при постоянном напряжении при постоянном напряжении аккумуляторную батарею на автомобиле зарядить практически никогда нельзя так вот работа аккумуляторной батареи на автомобиле это и есть как раз тот случай когда аккумуляторная батарея постоянно находится чуть-чуть не до заряженном состоянии а раз она не до конца заряжена значит она непременно конечно же в частично засульфатировано и вот если вы откроете любую инструкцию по аккумуляторной батареи любого производителя в этом увидите что аккумуляторную батарею рекомендуется заряжать в такие то периоды в зависимости от типа аккумуляторных батарей допустим для свинцовых обычных сульмянистых аккумуляторных батарей которые уже в принципе не выпускает это было три месяца было написано заряжать аккумуляторную батарею в раз 3 месяц. Для гибридных аккумуляторов, как правило, это писали заряжать аккумуляторные батареи раз в 6 месяц. Для необслуживаемых аккумуляторных батарей сейчас спишут заряжать аккумуляторной батарею не позже, чем раз в год. Но, честно говоря, заряд с Интервалом раз в год лично, я считаю это очень и очень долго. Аккумуляторной батарею надо заряжать. Хотя бы.. 1.5мм года. И вот, когда вы в инструкции читаете, что батарею надо зарядить раз в полгода при том там написано очень хитро что раз полгода батарея нуждается в полной зарядки так вот когда вы это читаете в инструкции то инструкция как раз таки подразумевает заряд именно вот этим методом то есть она подразумевает именно восстановительно-профилактический заряд то есть уравновешивающий заряд это именно тот заряд который должны проводить на аккумуляторных сервисах то есть на аккумуляторном сервисе вам должны полностью аккумуляторную батарею зарядить тем самым ее десульфатировать максимум и тем самым ее уравновесить то есть подтянуть более отставшие банки к нормальным это и есть тот заряд за который вы аккумуляторному мастеру можете заплатить деньги потому что большинство зарядных устройств в автоматическом режиме это сделать не могут а чтобы это сделать надо немножко знать как это делается как значительно продлить жизнь вашей аккумуляторной батареи так вот сегодня в этом видео я вам расскажу как это делать и так как провести этот заряд чтобы значительно повысить ресурс вашей батареи и так батареи как обычно условно разделим на два вида те батареи у которых есть пробки и те батареи у которых нету пробок то есть не обслуживаемый как провести такой заряд для начала берем нашу батарею и просто ставим на заряд как обычно и заряжаем ее зарядным устройством по максимуму вот сколько она может взять заряжаем до того состояния когда она начнет кипеть если у вашей аккумуляторной батареи есть пробки если это обычная сурмянистая батарея которых сейчас уже практически не делает она закипит при 14 и 4 вольтах гибридная закипит при 15 с копейками вольтах кальциевая батарея закипит при 16 с копейками вольтах вот когда закипела аккумуляторная батарея значит первый этап заряда закончен если батарея не обслуживаемая пробок нет значит ей кипеть не надо значит заряжаете как обычно до 14 и 4 вольта видео о том как заряжать не обслуживаемой батареей у меня было можно посмотреть как это правильно сделать после того как батарея закипела значит она уже больше заряда не берет и весь ток расходуется на электролиз воды соответственно заряду и больше дать аккумуляторной батареи не можете значит вы ее отключаете и она у вас просто стоит зачем ей надо дать постоять потому что внутри пор активной массы пластин собирается пузырьки газа и вот надо время для того чтобы эти пузырьки вышли принято считать что эти пузырьки выходят полностью за восемь часов но конечно восемь часов вам ждать не надо за это время часть пузырьков из активной массы пластин выйдет и вы снова ставите эту батарею на заряд но теперь вы ставите ее на заряд не нормальным током как было первый раз а теперь вы ставите ее на заряд током который не превышает 10 процентов от нормального то есть если у вас батарея 60 ампер часов нормальный ток для нее 6 ампер часов то вы ставите 10 процентов от 6 ампер то есть это будет 0,6 ампер можно округлить до пол ампер вот таким вот зарядным током пол ампера ставите ее на заряд дальше на таком маленьком токе батарея будет заряжаться довольно продолжительное время это время зависит от степени сульфатации пластин аккумуляторной батареи и вот этим вот маленьким током в пол ампер вы заряжаете батареи до того момента когда снова аккумуляторная батарея не начнет выделять газ то есть не начнет кипеть после того как она закипела вы снова ее отключаете и снова даете возможность ей постоять несколько часов для того чтобы вышли пузырьки и после отдыха опять включаете ее на заряд этим же малым током и вот такую процедуру вы повторяете несколько раз обычно ее надо повторить около 5-6 раз в итоге после шестого цикла вы должны получить кипящую батарею притом газовыделение должно идти на обоих электродах то есть и на положительных и на отрицательных и плотность электролита должна быть постоянной и после этого можно считать что вы аккумуляторную батарею зарядили но тут надо сделать одну оговорку этот способ подходит только для батарей у которых сульфат вот только-только сел на пластины то есть он еще молодой и не стал скажем так застарелым поэтому я сказал что этим зарядом можно заряжать аккумуляторной батареей которые находились в разряженном состоянии более двадцати четырех часов но этот заряд вам не поможет если ваша аккумуляторная батарея простояла в разряженном состоянии довольно длительное время тогда вам этот заряд уже не поможет потому что этим зарядом можно сбить только сульфат который вот только-только образовался что делать если ваш сульфат уже немножко застарел тогда есть разновидность этого способа более жестокая в чем смысл вы все делаете точно так как я вот рассказал но перед тем как заряжать аккумуляторную первый раз нормальным током вы доливаете в каждую банку дистиллированную воду лично я батарею 60 ампер часов каждый аккумулятор доливаю 40 50 миллилитров дистиллированной воды и и в принципе можно доливать на глаз но так чтобы плотность электролита в каждом аккумуляторе не опускалась ниже 125 если вы живете где-то в очень жарком регионе то вам можно доливать воды до плотности 123 долили воды и делаете все те же процедуры которые я вам рассказал чем меньше плотность электролита тем легче растворяется сульфат поэтому уменьшение плотности электролита способствует его растворению именно для этого вы и доливаете дистиллированную воду всю эту процедуру я уже показывал на практике видео где восстанавливал аккумуляторную батарею starline вот там я показывал что я доводил плотность электролита которую сливал из аккумуляторной батареи до 131 и меня часто спрашивали комментариях как я это сделал вот я это сделал именно этим способом плотность электролита в той батареи было 126 именно этим способом я довел плотность электролита когда его сливал до плотности 131 так вот этот способ позволяет вам поднять плотность электролита за счет того что вы растворяете сульфат который образовался на пластинах при том его можно растворить даже лишним то есть зацепить даже тот технический сульфат который всегда должен быть на пластинах аккумуляторной батареи и в том же видео я показывал как визуально можно отличить отстающую банку от нормальных то есть во всех банках батарей положительные пластины у меня были темно-коричневого цвета и только в одной банке они были светло-коричневого цвета почему светло-коричневого цвета потому что именно сульфат и дает светло-коричневый цвет положительных пластин и вот у меня были пять банок с темно-коричневыми пластинами положительными и только одна банка со светло-коричневым цветом и вот я проводил этот же заряд малым током то есть уравновешивающий но в дистиллированной воде и таким образом я уже в конце видео показал что все шесть банок стали у меня с одинаковым цветом положительных пластин то есть пластины стали темными то есть аккумуляторная батарея уравновесилась все это вы можете посмотреть в видео в которых я показывал как восстанавливал аккумуляторную батарею starline эти все видео вынесены в отдельный плейлист и теперь я сделаю еще одно отступление и я думаю что она вам будет довольно интересным раньше в советских учебниках можно было встретить такую норму которая требовала от водителей весной при потеплении разбавить электролит дистиллированной водой то есть пришла весна температура воздуха повысилась и книжка писала разбавьте электролит до плотности 1.25 1.26 осенью когда идут холода книжка писала доведите плотность электролита до уровня 1.28 1.29 на сегодняшний день таких требований нет сегодня инструкции пишут одно плотность электролита во все времена года одна и та же ничего добавлять не надо так вот почему старые советские книжки требовали и рекомендовали разбавлять электролит весной и как уже многие доходались это требование было связано вот как раз с этим вот восстановительным зарядом уравновешивающим потому что когда вы весной разбавили электролит добавили дистиллированной водой у вас аккумуляторная батарея работает на автомобиле предполагается что автомобиль у вас ездит постоянно потому что это требование было для грузовых автомобилей для коммерческий который работает каждый день значит ваша батарея на работающем автомобиле постоянно заряжается от генератора и когда вы понизили плотность электролита вы добились того эффекта что десульфатируете тот сульфат который только-только зацепился то есть молодой то есть это есть не что иное как разновидность вот этого вот восстановительного заряда то есть уравновешивающие которые происходит сам по себе при работе батареи на автомобиле именно для этого и понижали плотность у батареи и я вам скажу что выполнение этой нормы как минимум на 40 процентов повышал ресурс аккумуляторной батареи но опять же этот способ пригоден если ваша батарея имеет еще не застарелый сульфат если же батарея имеет застарелый сульфат этот способ вам уже вряд ли поможет тогда только останется проводить десульфатации как делать полную десульфатацию аккумуляторной батареи я тоже видео снимал они есть и скажем так многие подписчики которые подписаны на этот канал вполне успешно это получается так что подписывайтесь на канал смотрите видео пробуйте и возможно у вас тоже получится на этом я сегодня с вами прощаюсь был очень рад что вы посмотрели это видео буду очень рад если вы подпишитесь и буду очень рад если вы поставите лайк и обязательно напишите комментарий под этим видео